Улица Ватутина, она примыкает к проспекту Маркса. Долгое время это была одна из самых разбитых дорог Левобережья. И вот в прошлом году ее включили в национальную программу «Безопасные и качественные автодороги» и начали ремонт. Правда, довольно поздно, в сентябре. И многое пришлось переделывать, укладывать асфальт уже, когда пошел снег. Тем не менее, работы продолжают в этом году. Сейчас мы видим, что давно перекопанный тротуар закатали в асфальт. Есть свежий асфальт и на проезжей части. Есть здесь еще одна сложность. Энергетики меняют крупную теплотрассу. Тем не менее, работы обещают завершить в этом году на всем протяжении улицы. Это почти 5 километров. Нормально ремонтировать. Я захватил времена, когда было невозможно ездить по городу. А сейчас прекрасно. Ватутина хорошо привели. Она весной была очень хорошим. Растаял без снегов. Сейчас лучше. По-хорошему, нужно скрывать полностью весь асфальт, менять подушку под асфальтом. Там, где дорога уходит постоянно, нужно как-то усиливать, армировать дорогу, что ли, не знаю. Но изначально вообще, по-хорошему, надо создавать конкретно материально незаинтересованный технодзор. Гражданскую дружину или как, не знаю, создать, чтобы конкретно контролировали люди повседневные, которые используют эти дороги. В ходе капитального ремонта, как правило, полностью снимают старый слой покрытия, укладывают два слоя нового и приводят в порядок тротуары. Например, здесь, на улице Обская, привели в порядок, таким образом, 900 метров. Эта дорога уже сдана, как и, например, улица Нарымская. Но такими работами ограничиваются не везде. Иногда приходится менять дорожные основания, полностью вынимать старый грунт. Например, такие работы проводят на Гусинобродском шоссе. Самый проблемный участок там – это перекресток с улицей Долбатора. И там тоже приходится основательно потрудиться. В этом году внесено немало новшеств и в саму организацию процесса ремонтных дорог. Например, введен независимый контроль. То есть, качество асфальтобетонной смеси и порядок проведения работ оценивают специалисты из сторонних лабораторий, независимые эксперты. Кроме того, установлены крайние сроки, более ранние окончания всех работ. Для большинства объектов – это конец лета. Для самых сложных – это 30 сентября. По данным, на начало недели всего в работе находятся 52 объекта. 18 из них уже готовы. 9 отремонтировали по национальному проекту безопасные и качественные дороги.